на ремонте вот такой аппарат это motorola p30 принципе в таком хорошем состоянии но упал и побит здесь экран здесь и практически не видно ничего по экрану будем его менять я заказал новый около 30 долларов стоит немножко больше новый экранный блок полностью в сборе без рамки если обратите внимание то смотрите вот сейчас в чем разница если вы снимаете без рамки тут сразу за стеклом нужно подставлять и вот здесь снимать стекло если с рамкой то за стеклом идет еще один небольшой бортик рамка и с ним можно с рамкой нужно снимать ну или сначала стекла потом и рамку отрывать это если у вас повреждена рамка но у меня была такая ситуация он ударился и в принципе во многих местах трещины и уже даже стекло отходит поэтому особенных усилий не нужно прилагать я обычно если сложно то вот кусочком лезвия чтобы не повредить рамку аккуратненько так подложу под цепляю и затем уже каким-то таким вот это обыкновенный пластик от чего-нибудь я собираю когда что-то разбираю смотрю такой пластик ровный и вот потом завожу вместо разъединения и пошли разбирать в там где трещинки он вот так залазит поэтому приходится тогда засунуть вот таким концом и как бы изнутри но тут правда нужно обратить внимание здесь есть еще как бы изнутри под подцепить потому что видите сделано мне такой я честно говоря уже его снял правда снимал с пристрастием не боялся повредить поэтому когда проводил вот здесь срезал даже шлейф видите он срезался но это не страшно я принципиально хотим вам просто показать для того чтобы снять разъем здесь одним винтиком прикручена планка крепящая ну и снимаем разъем собственно это все что дальше необходимо сделать это взять отвертку и вычистить вот здесь остатки клея мусор и потом на взять и обезжирить вот здесь вот пройтись может быть возьмите я беру например лупу небольшую и просматриваю не остались ли небольшие кусочки клея потому что потом не плотно приляжет если присмотрелся и увидел у меня тут кусочек клея таки остался хотя я уже немного убирал думал что убрано ну вот как то так ну собственно все теперь просматриваем на наличие приклеиваем вместе с клеем вместе с экраном я заказал клей 8000 есть бы 8000 большой разницы нет я клею 8000 что еще какие говорил обезжириваем обезжириваем чем-то я например растворителем типа ацетона 646 единственное что обращайте внимание чтобы ничего не попало на камеру ну а так все остальное просто протираем и все без пристрастия но клей намного лучше сядет сюда попадает жир пыль и когда вы будете чистить вы увидите что тут много разных много разные ерунды попадает особенно если он уже давно треснул и возможно тут много всего собственно все что теперь осталось ставим на место перед тем как вы ставите и снимаете пленки вы проверьте действительно ли он работает не приклеиваете сразу если удается я прямо на почте проверю бывает так что продавец контролирует и говорит нельзя подключать смотря на какого на какую девочку попадете а бывает так что свободно могу подключить разъем проверить и или брать или отказаться на почте вот допустим бракованного экрана защелкнул и теперь нужно прикрутить планку всего один винтик планка вставляется одним одной стороны вставляется туда в середину туда поддевается здесь закручивается одним винтиком и все собственно в этом весь ремонт я уже проверил работает но что необходимо проверить при работе так бывает у меня попадалась ситуация что когда он вроде бы заходите в какой-то браузер включаете поиск и выпадает клавиатура нажимаете на клавиатуру одну букву нажимаете а реагирует соседняя или клавиатура вроде работает а вот эти вот дополнительные нижние кнопки там назад домой не реагирует это проблема поэтому обращайте на это внимание проверяйте с цветностью обычно не бывает пиксели какие-то ну я ни разу не попадал на нерабочие пиксели кстати здесь головка шестигранны крестовая отвертка я об этом забыл и закручиваем эту планочку я уже проверил но вы если вы не проверили у себя то включайте и проверяйте на целостность экрана закручиваю я эту планочку звездочкой шестигранны ну собственно все отлично теперь у у такого клея удобная удобный наконечник металлический тонкий удобная крышечка с хвостовиком все теперь тонким слоем по всей поверхности проходим и когда устанавливаем что-то выйдет за пределы не размазывайте она размажется по стеклу по корпусу просто все оставьте прижмите и пусть высохнет потом уже высохшие эти капельки будет легко просто отковырнуть и все не размазывайте пока он еще не высох ну и так в принципе погнали наносить слой не толстый просто по всей поверхности ну и так это полностью везде аккуратно придерживаем вот так вот и наносим по всей поверхности конечно стараемся не пропустить какое-то место собственно в этом все полностью нанес ставлю на место придавлю в общем а потом прохожусь по периметру вот так так будет намного надежнее и крепче но сильнее придавится если вы пройдетесь по краю и прижмете так сильнее придавится на место в общем то все таким образом вы отремонтировали теперь нужно поставить можно даже придавить чем то каким то утяжелением ждем какое то время и отдаем клиенту это все если нужно установить защитное стекло устанавливаем защитное стекло это тоже самостоятельно можете сделать на самом деле не такая простая задача установить стекло без единого воздушного пузыря но это возможно на самом деле я думаю что у вас все будет получаться если вы будете за это браться ну собственно все нужно включать и наслаждаться работой поставил на зарядку включил и все работает сейчас загрузится покажу как чем все закончилось итак все загрузилось все хорошо работает пленочку еще не снимал ну вот проверить можно таким образом включаете какой-то браузер включаете и проверяете чтобы кнопки нажимались в правильном в правильной последовательности ну а также вот эти кнопки так что как видите ремонт несложен быстро конечно же дешевле чем это сделать в сервисном центре повторяйте подписывайтесь на канал всего доброго увидимся на канале спасибо